Здарова, ребят! Это у нас такая игра, как Clash of Clans, и сегодня на моём таунхолле девятом я бы хотел немножко пофармить чёрный эликсир. А чем я его люблю фармить? Правильно, еврейским топмиксом, потому что считаю, что данный микс просто идеально подходит для этого, так как затрат на чёрный просто реально минимальное количество. Собственно, почему я решил пофармить чёрный? Да, ребята, всё крайне просто. Просто королева уже, блин, которое время она у меня находится на 17 уровне, и реально пора добивать количество чёрного до 90 косарей и, соответственно, ставить её на апгрейд до 18 левела. Поэтому, ребят, сегодня попытаемся поднять как можно больше чёрного. Так что прямо сейчас оставлю ролик на паузу, нахожу подходящую базу, именно главное с чёрным эликом, ну и вновь подрубаю запись. Опачки, кошерная база себя ждать не заставила, и, друзья мои, только загляните. Смотрите, девятка, 22 кубка, более миллиона ресурсов суммарно, и это точно наш клиент. Собственно, две дрельки у него находятся снизу, поэтому заберём их, я думаю, в любом случае. А пока давайте зайдём именно в центр его базы, чтобы забрать именно в первую очередь чёрный эликсир с хранилищей таунхола. Поэтому, ребят, погнали. Собственно, забор я пробиваю вот таким вот образом. Далее просто-напросто выдаю всех своих гигантов вот сюда. Так, ПВ-шки у него, походу, все за забором находятся, поэтому паниковать на их счёт, я думаю, явно не стоит. Также не забудем докинуть трёх стенобоев. Давайте эти ПВ-шки я сразу же снесу чисто с помощью колдунов. Думаю, этих магов, которых я скинул, мне хватить должно однозначно. Ну и, в принципе, не забудем по краям также почистить местность. И что-то я немножко про камешка забыл, не скинул его сразу. Это может быть довольно опасно, если так всё всегда забывать не особо хорошо. Всё может сложиться, поэтому так мы будем стараться не делать. Так, собственно, выпуская своего короля, который пошёл на его короля, это грустно. И выпуская свою королеву, которая также пошла на его короля, но его король пошёл именно в вот эту вот секцию. Это уже неплохо, потому что там мы, в принципе, своих героев и ждали. Так что, ребят, нормально. Собственно, теперь нужно забрать у него его, как вы понимаете, хранилище. Поэтому давайте я буду стараться это всячески делать. А зачем я сейчас скинул хил на магов? Скажите мне, плиц, давайте, ладно, я тогда рейдж на них кидану, чтобы они хотя бы себя хоть как-то проявляли. Можно ещё, допустим, короля поражать, не, ребят, но хранилище чёрного мы уже, по крайней мере, забрали. Колдун у нас рубит таунхолл, там ещё и королева подбежала. Господи, какая кривая атака, но знаете, что самое забавное? У нас всё равно всё получается. Я не знаю, как, давайте хил я ещё тут скину, чтобы 100% эти самые дрельки забрать. Ну и вон, афиг эти риски, потому что рисковать таким количеством чёрного я очень не хочу, а в дрельках его находилось очень много. Поэтому забрали и, в принципе, пускай вот абсолютно любыми средствами, то есть потратив 6 колдунов, потратив баночку хила драгоценную, неважно, самое главное заберём и, в принципе, всё. Париться с этим делом мы больше не будем. Ну и, как мы, друзья мои, видим, основную цель именно на данной базе я выполнил, как бы, то есть весь чёрный эликсир, весь до единого, именно, до единого, до единой эликсиринки, наверное, вот так будет правильно сказать, я забрал. И это просто прекрасно, потому что атаку можно сразу же считать успешной. Сколько там? Порядка 5 ксарима забрали, я чё-то немножко не помню, сколько с этой базы было доступно изначально. Ещё, друзья мои, не забываем про то, что на базе я набил практически 70%, а это значит, что это я получу 100% бонус. И, в принципе, друзья мои, да, как мы видим, 4750 чёрного плюс 1200 бонусом сверху. Просто чётко, я крайне доволен. Это атакой 7000 чёрного эликсира, грубо говоря. Нет, подождите, не 7, 6, да, 6 немножко обсчитался. Просто за одну атаку. При том, что на армию я потратил 480. Чётко, что могу сказать, реально очень-очень добротный, я остался доволен. Окей, ребят, будем надеяться, что дальше у нас всё так и будет, в принципе, продвигаться, поэтому прямо сейчас ставлю ролик на паузу, дожидаясь, пока этот микс у меня по новой достроится. Ну и, конечно же, в поиске подберу противника и только потом вернусь. Как же без этого? Ну что, ребята, вот, собственно, и подъехала вторая база. Искал её довольно долго, но это не важно. Ну и, соответственно, давайте попробуем с неё также забрать, ну, такое солидное количество чёрного. Собственно, скидываю свои землетряски примерно вот сюда, вот таким образом прорываю эти секции забора. Ну и, соответственно, заходить я буду с этой стороны, раскидав своих гигантов примерно вот так вот, то бишь в рассыпную. Так, ребята, давайте, соответственно, подорвём забор. По три стена боя здесь должно хватить, соответственно, позади всего этого дела у меня пойдут колдуны. И, конечно же, как же без них? Ну и, соответственно, ребят, сейчас буду докидывать оставшихся юнитов. Также не будем забывать про то, что у нас в крепости клана находится голем. Это очень важно, потому что он также будет впитывать урон. Если про него забыть, то, по большому счёту, нафиг мы тогда его брали. Собственно, давайте также не будем забывать скидывать баночку рейджа на центр, потому что у нас куча юнитов сейчас залетела в центр, и там под рейджом они смогут сделать столько полезных вещей, сколько себе даже представить сложно, поэтому давайте лучше не будем даже об этом думать, сразу же кинем и будь что будет. Так, ребятури, собственно, давайте в центр ещё кидану баночку хилом на колдунов, на гигантов, потому что хилочки уже все давно погибли. Ну и, в принципе, ребят, весь чёрный до абсолютно каждой единички я смог унести. Не знаю, как у меня так получилось сделать, честно говоря, я думал, хотя бы немножко у противника останется там, не знаю, ну, допустим, в каких-нибудь дрельках или в крепости клана, да где угодно. Я просто реально не особо сильно ожидал того, что я смогу унести весь чёрный подчистую, и то, что у нас так получилось сделать, это, безусловно, реально очень-очень круто. Ну что, теперь моя цель будет попытаться хотя бы набить на этой базе 70%, то есть я это уже почти сделал. Давайте короля, кстати, прямо сейчас прожму. Ну и, в принципе, отделяет нас от 70% настолько мало, а, уже ясно, ничего уже нас не отделяет от 70%. Теперь давайте, я не знаю, просто для полноты картины набьём ещё процентиков, то есть, в принципе, мне торопиться некуда, а в любом случае нужно будет не ждать на базе, пока герои отоспятся и только потом отправляться в бой, так что, ну, в принципе, не беда. Можно и посмотреть за тем, как протекает атака, зная уже о том, что вряд ли мы что-то здесь можем ещё такого сделать, то есть, допустим, проценты нам ничего не дадут, ресурсов мы уже явно больше не унесём. То есть, в принципе... Да, в принципе, тут на самом деле и наблюдать незачем, поэтому ладно. Завершаем бой, 80% на базе набили, ну и, собственно, ребята, по ресурсам вышло примерно такое. 2800 чёрного эликсира, 1200 сверху, что в сумме 4 косаря просто за бой. Я думаю, это очень неплохой результат. Ну и, собственно, друзья мои, до звёздного бонуса нам нужна всего лишь ещё одна звёздочка, поэтому замечательно, слушайте, а у меня герои и так уже выспались. Вообще прекрасно тогда, собственно, теперь мне осталось только заказать ещё один микс, кинуть запрос на камни в крепость клана, ну и, соответственно, пацаны отправятся искать ещё одного противника, поэтому встретимся именно в атаке. Ну что, ребят, собственно, ещё одна девятка. Как-то сегодня чисто по девяткам решил пройтись, особо сильно как-то, я не знаю, не трогать десяточки, нафиг оно нужно, то есть, если есть возможность забрать Даркс от их и девятого, почему бы её не воспользоваться? Собственно, тут смотрите, как я хочу поступить. В общем, свои землетряски я выкину прямо на секцию с этим самым арбалетом, благодаря чему мы получим именно доступ к центру базы противника. После этого я поступлю, ребят, значит, смотрите, каким образом, примерно вот так, ну и все гигантов скину, получается, чисто вот сюда. Так, позади всего этого дела будем выдавать по два колдуна на каждое здание, которое тут расположено, ну и также не будем забывать про то, что нам как бы нужно ещё и стенобой, на забор пробить, это тоже немаловажно. Далее, ребят, король, собственно, королевка, там у нас неподалёку камень трётся, собственно, и вы, гиганты, которые вышли из его крепостеклана, мы с помощью колдунов довольно бодро рубанули, также давайте не забудем скинуть наши хилочек, уже вот-вот должны его по вошечку сложить будем, да, ребят, отлично, правда, одна хилочка практически померла, но не столь страшно. После этого чётко на центр, ребят, предлагаю вам скинуть баночку рыжи, для того, чтобы гиганты там всё как можно быстрее выносили, ну и у нас была возможность дарк у оппонента забрать просто без проблем. Ну и, собственно, пацаны, центр у оппонента выедается, как мне кажется, довольно быстро, только давайте я короля прожму, а то что-то как-то мне не особо нравится, то, что он реально так жёстко огребает, именно от его огромного количества дефа, вот так вот скажу, но самое главное, что мы, друзья мои, опять же, забрали абсолютно весь дарк подчистую, правда, атака довольно быстро захлебнулась, как видите, и, ну, я надеюсь, смогу выбить всё-таки две звезды с данной базы, не, ну, вроде как должен, должен успеть 47%, тут набивает колдун, да, ребят, двушку получили, а то уж что-то немножко паниковать начал, как-то уж всё слишком грустно проходило, давайте кину хил на королеву с помощью способности поломаю тут как можно больше зданий, гигантская бомба весьма не кстати, на самом деле, ну, очутилась там, так сказать, но вроде как всё равно ничего страшного, надеюсь, королевка успеет поломать его хранилище золота, ну, и на этом, вернее всего, атака закончится, хотя, нет, подождите, не, всё правильно, а, нет, 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 59, в принципе, мелочкой говорится, приятно, ещё даже разочек по эликсиру хранилище стрельного лаквина, чтобы, что, вернее, позволило нам забрать немножко элика обычного, и это тоже приятно. Ну, всё, друзья мои, собственно, звёздный бонус, вау! Слушайте, я уже за эту серию поднял порядка 15 тысяч чёрного эликсира с трёх атак. Всё, что я сегодня провёл, ребята, я вам показал, то есть ничего в плане нападений я за кадром, так сказать, не оставил, и это меня, безусловно, радует. Три атаки равно пятнашка. Слушайте, да такими темпами к Вину можно только так капать. Чё-то я как-то вообще на этот счёт не задумывался. Окей, ребят, наверное, это будет, получается, предпоследний наш атак, и ждём, пока достроится уже реально последний микс на сегодня, он уже, ну, как вы прекрасно понимаете, строится. Собственно, в поиске подберу подходящую базу для атаки, как всегда с чёрным эликсиром, ну и вновь продолжу запись. Ну что, ребят, ещё одна прям реально шикардостная база, ну и, собственно, давайте посмотрим, что же у нас получится сделать тут. Свои землетряски я скину, пожалуй, ну, скажем, вот сюда. Вот давайте пробьём забор именно в этой местности. После этого скину, получается, ну, допустим, ко мне тут, всех своих гигантов вот здесь вот, ну и, соответственно, позади всего этого дела, как обычно, ребят, пущу как можно больше именно колдунов. Также не забудем уже про хилочек, так, где у него ПВОшки? Ага, я понял. Все ПВОшки в центре, поэтому можно, в принципе, и рискнуть, скинуть всё это дело прямо сейчас. После этого король, королева, ну и, друзья мои, наблюдаем именно за тем, что у нас происходит. Давайте добавлю в центр ещё немножко магов, двух магов дам сюда, ну и, собственно, смотрим за тем, что у нас тут творится. Так, ребятули, потихонечку залетаем, главное забрать чёрный эликсир, он находится в его, получается, втором круге, именно вот этом вот, в котором наши юниты сейчас ходят. И, кстати, король уже ватнулся в одну дрель, это, в принципе, не может не радовать. Также будем не забывать забирать другие ресурсы, типа золото обычного эликсира. То есть, в принципе, несмотря на то, что мы сегодня как бы охотимся за чёрным эликом, обычный золото нам явно не помешает. Поэтому также будем их стараться, естественно, забирать. Очень жаль то, что король сейчас, скорее всего, погибнет. Я очень сомневаюсь, что сможет он спастись, ну, с таким количеством хп от его пушкенца. И, ребята, да, к сожалению, он реально погиб. А наша королева, тем временем, это самое время не теряло и спокойно поломало у него последнюю скважину чёрного эликсира. И этот самый чёрный эликсир, ребят, мы у него весь до конца забрали. Просто реально шикардос. Собственно, продолжаем забирать ресы, те, что видим именно на своём пути. И здесь, скорее всего, сейчас колдун доберёт оставшийся эликсир, если всё получится. А вроде как всё получается. И знаете, что мне реально интересно? Где у этого товарища находится целых 280 косарей золота? Неужели в хранилище, которые... Ну, реально, посмотрите, они же пустые. Да, слушайте, походу, именно там они лежат. Я немножко даже удивлён, но, в принципе, ничего страшного. И, кстати, пацаны, если я всё правильно понимаю, то данная атака, по идее, по идее, должна будет закончиться трёхзвёздочным результатом. Соответственно, в нашу пользу, конечно же. И об этом свидетельствует количество выживших наших юнитов. То есть, мало того, что гигантов довольно много ещё, голем, целый голем пятого уровня, который до сих пор не распался. И позади всего этого дела плетутся колдуны, плетётся фуловая королева вообще, без единой покоценности. И, соответственно, парни, ещё то, что мы добиваем арбалет, его именно... Он уже высох. Просто посмотрите, просто закончились там снаряды. Это трёшка. Это трёшка. И давайте просто нам покажут, сколько ресурсов мы с вами забрали. Мне прям реально очень интересно, потому что я не особо помню, сколько их тут было. Так, ребята, момент истины 100%. 662 тысячи голды. 767 тысячи эликсира. 300. Извиняюсь. 3884 чёртов. 24 кубка. И 100% бонус третьего чемпиона. Парни, если поставите пальчик вверх за такую прям реально офигенную атаку, мне будет очень приятно. То есть, мало того, что забрали ресы, ещё и взяли трёшку. Но напав при этом при... Ну, напав при этом всём деле реально на интересную базу. Поэтому я просто, ребят, крайне доволен. Собственно, за этот выпуск мы остались по чёрному эликсиру. Давайте округлим. В плюсе на 20 косарей. То есть 20 косарей за 4 атаки без вырезок. При том, что на меня нападали. Тут даже, видите, немножко унесли. Да, согласен, копейки 511 всего лишь. Но всё же за... 4 атаки. То есть, вот видите, ребят, 4 атаки. Ничего не вырезал, ничего, я не знаю, не монтировал. Все бои показывают друг за другом. Двадцатка. Просто вот как с куста. Чемпион. One love. Больше ничего сказать не могу. На этом, друзья мои, я буду заканчивать. Реально огромнейшее вам спасибо за то, что смотрели. Буду крайне надеяться, что ролик вам понравился. Всем фарма, больше чёрного эликсира в хранилищах и всего самого наилучшего. Увидимся, друзья мои. Мы с вами совсем скоро. В ближайшем будущем. На новом ролике. Ну и, собственно, друзья мои, всем пока-пока.